Действительно, сейчас мы попробуем проанализировать, что произошло во второй карте, что пошло не так у ребят из Cloud9, и как же так вышло, что ребята из LGD, трое героев, которых до пятой минуты вообще не добили ни одного крипа, в итоге смогли победить. Давайте по общим моментам. Айтем билда вы видите, пока реплеи еще нет. Оправдал ли Мидас на Синг-Синге себя? На примастериле все-таки надо было проигнорировать этот артефакт, выйти в более ранний даггер, там больше экшена устроить, импакта внести в игру. Да, вообще довольно неплохое решение, учитывая то, что он взял ФБ и добил, по-моему, почти всех крипов, там первые 4 минуты, и Мидас он купил очень быстро, на 4.20, по-моему, он уже заюзал во первый раз. В принципе норм, там проблема не в панде была. Вот, мне кажется, больше оправдал себя Мидас на Сларке, все-таки мы сидели, немного скептически отнеслись, нашей студией аналитики к Мидасу на Сларке, но Сларк закончил, как бы, весьма уверенно. С скепсисом отнеслись. Ну, на самом деле, Мидас на панде — это нормальная тема, ввиду того, что панды очень серьезно ультра растет у нее в плане всего, то есть ульт улучшается очень серьезно с 6 на 11, с 11 на 16, и как бы левел быстрее получать панде очень важно. Соответственно, Мидас дает этот опыт дополнительный. Собственно, Синг-Синг и закончил самым большим уровнем в своей команде, отчасти, потому что Мидас был ранний у него. Мне тут стало стыдно, я просто сыграл на панде игр 100, но я, да, вот я хотел сказать, но потом подумал, что ты все-таки аналитик, да, думаю, вдруг Уинесс что-то знает, того, чего не знаю я, но как бы ульт, в принципе, улучшается-то по 2 секунды только за левел, и калдаун немного режется. Ты сыграл очень много, видимо, игр на панде, но, во-первых, 2 секунды это очень много, а во-вторых, ты должен был обратить внимание на тот факт, что сумасшедшим образом растет урон у панд. Он растет реально в геометрической прогрессии с ультом, именно поэтому на 6 уровне убить, например, оттуда. Нет, ну про урон я, конечно же, знал, что ж ты думаешь, я не знал, да я посмотрю еще раз. Сейчас, сейчас, ферстблат будет очень интересный. Да, ферстблат очень интересный, действительно, АЮ занял очень классную позицию, ожидать такой стрелы. Ожидаешь, что ты стоишь на харде возле своего Т3 и тебе в спину вылетает ТРУ. Тут вопросов к Яо никаких быть не может, а вот Ауи сыграл великолепно. Что тебе там нужно? А ты, Аль, зажми кнопочку. Там не будет написано демиджа. Там будет написано про Аганим. Ну ладно, я знал, конечно же, про демидж, конечно, я знал. Ну и еще ты должен тоже знать, сыграв очень много игр, что, на первом, как прокачка ульта, 15 секунд длительность, а кулдаун на Иул 8, поэтому ты не успеваешь третий раз поднять человека. Это правда. А на втором уже успеваешь, если все делаешь быстро. Да, и три камня еще сквачкинуть. И три камня. Ну если ты, конечно, не директор. Нет, ты не директор. Вот, поэтому, ну в общем, панде важный левел. А вот, ну вообще, когда я увидел на Сларке Мидас, я подумал, что сейчас все будет плохо. Вообще, и было какое-то время плохо, потому что парень со Сларком, мой, с Мидасом на Сларке пошел драться. Он принимал участие во всех драках, и вот, собственно, сейчас показывает Иван, как он проигрывает эти драки. Ну мы, по-моему, одновременно втроем сказали, что за несуразица, когда он купил Мидас. Прям одновременно. Ну, ты видишь, в принципе, по итогу оправдалось. Ну, артефактов у него много, на самом деле, было для 17-й минуты. Посмотрите, у него там 115 крипов. Мидас, даггер, драмы. Тимов много. Другой момент, что мы немного сомневались, смогут ли они, вот, GD переломить в мидгейме игру, и, как бы, начать забирать товара с таким мидасным Сларком. Вообще, смогут ли они нормально принимать драки, но, как оказалось, смогли. Ну, они, на самом деле, не могли принимать драки, они проигрывали их. Они потом как-то в один момент смогли вывернуть. Будет какая-то переломная драка, наверное, где-то вот эта, как раз-таки, возможно. Ну, тут Яо откровенно залип, один, как бы, драться без бристлбека уже так себе идея весьма. Да, но там, там, Рэббит, как раз-таки, на своём Сларке очень неплохо это задаёт. Получается, что Яо так забайтил на себя очень серьёзный Яо. Очень много потратили, чтобы его убить. В итоге тут неплохой такой размен, получается. Ну, в любом случае, просто повезло, мне кажется, что... Ну, повезло тут, ЛЖД в какой-то степени, потому что, ну, вообще, это неоправданно. Твои враги покупают два мидаса на панде и на дестройере. А у тебя Сларк, ты же можешь взять себе быстрые, там, итемы какие-то, не мидас, и пойти наказывать за мидаса своих противников. А ты тут берёшь мидас и тоже пытаешься идти наказывать, но ты проигрываешь драки, потому что у тебя мидас на Сларке, и он не очень сильный парень. Вот немного не хватает в Cloud9 реально, чтобы избавиться от двух-трёх героев под 230. Ну, это неплохие стратегии вот эти с кораблём. Как раз вот немного тебе не хватает, потому что все под бафом кораблян. Да, Брис, ЛБК реально очень тяжело пробить под бафом Гастшипа, ну и... Красивый замес. Сларк, в принципе, тоже. Вообще, Кунка хорошо так въехал, постоянные торренты вот эти. Ну, несмотря на то, что под него комбинушки никакой не было, там, я имею в виду Шаду Демона того же, или Бэйна, всё равно реализовал себя этот Роум Кунка. Сам себя как комбина, короче, этот Кунка. Ну, под него и не обязательно, типа, комбинку. Но вообще ситуация в игре, в этой надо отметить, что была довольно забавная. На четвёртой минуте, по-моему, у пяти или даже шести игроков была статистика по Крепстату 0-0. Да-да-да, по всей карте все что-то бегали. То есть, Бристалбек просто стоял в харде и не подходил к Крепам 4 минуты вообще, только получал Экспу. Кунка, Кунка, Патма, Трент и Скаймаг. Никто не фармил, ещё, по-моему, кто-то. И у Тайда, по-моему, тоже не было. Ну, Тайтхантер, он, СС Такл Эншинтов. Ну, в общем, мы первый раз такое видели, мы подумали даже, что это баг, потому что у четверых людей меняется Крепстат, там что-то добивают, Лост Хидят, а шесть чуваков просто АФК. Да, действительно странно, учитывая, что, ну, не очень понятно, как бы, слишком много роуминга какого-то было вначале, в общем, но. Кстати, Кунку пикали семь раз. Айджи пикали много Кунка. Семь раз Кунка был. Восемь раз, пять-три попали. Уже восемь раз. А мне говорят семь, я, по-моему, у меня старая стата. А, да, восемь раз, пять-три. Но очень интересно, раньше Кунку брали как керри-герой или мидера, сейчас Кунка — это исключительно саппорт. Ну, вот ты как сам считаешь, какая роль лучше? Потому что я помню, ты мне, по-моему, на сезоне девятом StarLadder говорил, когда Муша играл на медовом Кунке через ПТ БКБ Тараску. Ты сказал, что это вообще лучший Кунка, который может быть в принципе в игре. Ну, мне больше всего нравится, да, БКБ Тараска всю жизнь говорил, игра начинается у нас. Потому что, ну, Кунке не нужна скорость атаки, ему, конечно, нужен дэмэдж желательно, но если ты берешь как вот эти пабовские парни... Лотар и Криты? Не Лотар, а Shadow Blade и Криты, то ты, в принципе, ну, во-первых, ты как бы казино Кунка, кстати. Есть такой, извините, что я вас перебью, паренек в матчмейкинге с никнеймом Атакер. У него, по-моему, уже что-то в районе 6800 ММР он набил, и он играет только на Кунке, и играет реально очень много. И он фармит Battle Fury сразу себе. Ну, понятно, что это матчмейкинг, там, в компетите, в доте тебе могут не дать этого сделать, но он реально делает это быстро. И Даггер, потому что Кунку очень серьезно подняли в одном из последних патчей, когда X-марку удвоили. И, в принципе, это с появлением Даггера Кунка, ну, не то чтобы неуязвим, но его очень тяжело поймать, если он все делает грамотно. И не знаю, видел ты или нет, типа, такой геймплей на Кунке. Нет, Даггер на Кунке я видел, Battle Fury не очень понимаю, я зачем. Это очень жестко. Ну, там, дэмэдж, как бы, ну, вообще в драчке неплохо. Ну, типа, ты должен фармить Battle Fury, Дайдаус, и у тебя есть просто вероятность убить команду. Ну, да.